Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас среда, 15 мая 2024 года. А новости следующие. Старые апли и цибы. Грядут повторные экзамены по латышскому? Это вопрос. Начинается с вопроса. Разбираемся. Минюст намерен изучить возможность повторной проверки на владение латышским для работников, к примеру, частной сферы, которые имеют апли и цибу, апли и цибу в кавычках, конечно, друзья, овладение латышским. Но реально или им не владеют, или не используют язык в необходимом для выполнения своих служебных обязанностей объеме. Это сообщает ББЛВ. Также Минюст в своем письме обещает, кавычки открываю, друзья, кавычки хватает, обещает оценить возможность внести изменения в правила Кабинета Министров за номер 57 от 8 марта 2022 года, посчитав действительными для рабочих нужд только те удостоверения о владении государственным языком, которые выданы после 1 февраля 2001 года. Как известно, такое решение уже было принято по отношению к тем иностранцам, главным образом гражданам Российской Федерации, которые претендуют на статус постоянного жителя Европейского Союза. Если такое решение будет принято, то на практике это будет означать, что работники по требованию работодателя или при трудоустройстве уже не смогут предъявлять аплицибы, выданные в период с 1992 года по 31 января 2001 года. Все эти аплицибы станут недействительными и тысячи-тысячи людей должны будут повторно сдавать экзамен по латышскому. Законность такого подхода крайне сомнительна. С таким же успехом можно вдруг объявить недействительными экзамены по автовождению, сданные 30 лет назад. Или дипломы, аттестаты и другие экзаменационные документы, полученные до 2001 года. Я, друзья, еле дочитал. Но я постараюсь сдержать себя, не могу. У меня уже терпежу нет. Мне только и хочется перейти на мат. Посмотрите, что вытворяют. Когда делом займетесь? Шишкотрепы там были приближенные. Вот создали вот это вот, смотрите, вот это вот министерство. Ой, ой, ведомство. Ой, господи. Я же говорю, понасоздавайте министерство по государственному языку, а больше нечем заняться. Не буду я вас сильно здесь, как говорится, мучить. Не буду я сам себя нервы моторить. Давайте я, друзья, вам зачитаю буквально пару-тройку комментариев. Что же думают по поводу вот этой новости люди? Первый пишет комментатор. А как там дела с мигрантами? Их апплицировать или интегрировать собираетесь? Тоже вопрос задает. Еще один комментарий. Все намного проще. Сдача экзамена и даже получение его результатов являются платными услугами. Это комментарий я читаю сейчас, друзья. Деньги делаются из воздуха. Что, согласно товарищу Остапу Бендеру, является сравнительно честным способом отъема денег у населения. А закон всегда можно подправить своя рука владыка. Ну и еще один комментарий, друзья. Надо заново заставить врачей и учителей получать высшее образование. Оно же, оно же у них устарело. Ну, все. 2001 год прошел. Надо по новой их пересдавать. Экзамен. Всем. Всем абсолютно. Повторяю, надо заново составить, заставить врачей и учителей получить высшее образование. Ну, это, конечно, в кавычках, друзья. Это комментарии. Учителя и врачи вы поймите правильно. Извините, друзья. Я не оправдываюсь. Говорю, как есть. Ну, до чего уже дошло? Посмотрите. С каждым днем, с каждой неделей, с каждым часом все больше и больше и больше накручивают, накручивают. Что накручивать? Ну, конечно же. Ну, конечно же, язык. Да лучше вы себе свой язык накрутите, чтобы больше вообще. Вы поняли, друзья, да? Я не к вам обращаюсь. Вы поняли, к кому я обращаюсь? Я не к зрителям и не подписчикам. Хотя зрители могут быть в этом числе. В том числе они, да. Вы не устали там, а? Наглеть. Смотрите. Идут по головам. И, главное, наступают на вот эти все законы. Просто вытирают ноги об законы. Вы понимаете? Законы. В Конституции написано что? В Латвийской Конституции. Они уже их даже обошли давным-давно, друзья. Вытерли ноги. Наплевали. В общем, дальше не буду я говорить. И всем все до лампочки. Как будто так и надо. Смеются в других странах. Даже уже не смеются. А просто уже устали. Все устали. А эти, посмотрите. Но! Сколько веревочки не виться, друзья. Не дай бог, конечно. Не дай бог. Я только желаю всем мира, добра и дружбы между народами. Ну, вы понимаете, о чем речь идет? Да нет, конечно. Я имею в виду, что к хорошему это ник не приведет. Вот это вот безобразие. Это мягко сказано, что шукматом мне не материться. Это не просто безобразие. Это намеренное, даже преднамеренное, специальное. Вот это вот, ну, даже не грубо, мягко скажем. Ну, просто вытягивание опять денег будет. Посмотрите. Но если, не дай бог, они примут вот это вот дурацкие вот этот вот опять выходками своими. Смотрите. Заняться нечем. Нечем заняться. Там в комментарии правильно написал. Что будете делать с мигрантами, которых будет примерно 500 тысяч? Ну, постепенно. Да. Что будете делать? А? А, ну да. Кто принял закон, тех уже не будет. Ну, да, да, да. Ну, да. Никто не вечен, как говорится, под луной. Я имею в виду, что... Я не, я желаю, желаю долголетия всем. Живите ради бога, господи. Конечно. Я говорю, зрители и подписчики. Я имею в виду зрители, которые здравомыслящие зрители. Пожалуйста. Конечно же. Всем желаю только долголетия и здоровья. Но когда вы прекратите вот этой фуйней заниматься? Хуже даже. Не знаю. Друзья, не хочу матом. Первый раз, ладно. Первый раз. Люди... Господи, сколько поумирало людей из-за этой нервотрепки вот этой вот. Тоже. У них же тоже вот эти корочки были, друзья. У них же все было. Но я имел в виду тогда, когда... Они же тогда помоложе были. Они тогда работали. Но у них же, конечно же, корочки на знание латышского языка у них были. Но как устроишься ты на работу? Как? Никак. Ну, есть ли где-то там какие-то через... Неофициально наликом в конвертах платили. Да, я не спорю. Там без разницы. Им эти корочки не нужны были. Да. Таких тоже сколько угодно было. Может быть и сейчас. Если не знать, друзья. Возможно. Но попробуйте, устроитесь. Да, в те времена. Официально, если работаешь. Да еще государственные учреждения. Да. Попробуйте. Ни за что. Ну, как же. Проверки за проверками. В то время... Ну, как? Специально же создали. Вот это вот. Вот это вот. Туф-туф. Так и хочется переходить. Все. Надо мне заканчивать, друзья. Не могу. Не могу. Уже здесь. Сдерживать себя не могу. Посмотрите. Старые аплеициды. Уже все. Уже к старым. Ну, нечем заняться. Ну, нечем. Ничего производить не надо. У них нет... Так ничего же нет. Господи. Ничего же нет. Иностранцы везде. Только управляющие. Иностранцы. Зачем? Грядут ли... Я добавляю. Грядут ли повторные экзамены по латышскому? Спасибо, друзья. За терпение. Я имею в виду, что... Да не могу. Я сдерживаю себя. Сдерживаю уже. Который раз, друзья, сдерживаю. Уже давно вот это я... Тишина была. Ну, до 22-го года тишина. А с чего это? С чего вы как с фуя сорвались, а? А? Буква Ф первая. Не путайте. С фуя сорвались. Это что это такое? Для чего? Ну? Выманивая денег? Или месть? Или что? Или то и другое? Уже сколько поколений? Уже какое поколение вырастает? Это отдельная тема, друзья. Все это понятно. Государственный язык. Все. Уже сделали. Да. Уже сделали латышский язык, государственный язык, официальный язык. Все. Ну, зачем опять вот это вот? Люди сдавали. Работали. Работают. Работали. Ну, работают сейчас. Зачем по новой? Давайте тогда заставляйте. Правильно пишут комментарии. Заставляйте всех. Всех. Это же Клондайк. Это же золотая жила такая. Она никогда. Это же не пластинка, а золотая жила. Которая не заканчивается никогда. Потому что одни уходят, а на их место приходят другие. Приезжают. Прилетают. Вы понимаете, о чем речь идет? Да? Да. Все другие. Так прилетает и приезжает еще больше. Заметьте. Еще немножко добавлю, друзья. Сказать, будет побольше видео. Вот эти, с которых они сейчас хотят опять вот этой вот дуристикой заниматься. Перездача. Перехеряча. Друзья, не могу уже. Хочется нам отперейти. Они всю жизнь здесь отгорбатились, отпахали. И платят до сих пор налоги исправно. А причем я подчеркиваю жирно. Зачем вот этим вот заниматься? Какое будет отношение? Это как это называется? Какое будет отношение к вам? И к шишкотрепам я имею в виду. Коротко. Чтобы было понятно вам, друзья. Я без подготовки всегда. Бесполезно. Какое-то что тут? Какие конспекты писать? Это я сейчас все от себя говорю. И еще сдерживаю себя. Приходится запинаться. Потому что, чтобы мат. Тут только один мат идет. Больше ничего. Ну и вы что добиваетесь? Какое отношение к вам? Всего населения. Особенно той огромнейшей части. Чуть не половина населения. С которым вы опять хотите начать вот этой вот дуристикой заниматься. Какое будет к вам отношение? Зачем вы этим занимаетесь? Зрители. Особенно подписчики. Напишите, пожалуйста. Подробно. Кто они? Ну я в хорошем смысле говорю. Да, конечно же. Без всяких обзываний. Нет. Надо вести себя. Культурно нормально. Да. Ничего. Все нормально, друзья. Но сколько можно вот это вот переживать? Сколько можно людей. Людям нервы. Нервы портить. Сколько можно. Денег. Сколько можно вытягивать. Сколько. Встречаемся сколько раз с людьми, которые. Ну, все понятно. Да. Приняли гражданство России. Все это все понятно. И то дуристика. Самая первая была дуристика. Сколько умерло. В каком они сейчас состоянии. Они раньше-то были уже заболеваний очень много. Так сейчас уже еще больше стало заболеваний у них. Ходят все бледные. Трясутся. Это ужас. Заставлять 75-летних сдавать экзамены. Какие экзамены? Для чего они им нужны? Теперь до этих сейчас докапываться собираются. Это что это за хуня? Что это за хуня? Я не могу понять. Хотя я все понимаю. Это жажда наживы, тяга к обогащению и месть. Но это я так вижу ситуацию. Это я. Мое мнение. Высказывайте свое мнение в ваших комментариях, друзья. Вы скажете, возможно, некоторые скажут, Сергей, это старая пластинка. Нет, это не старая пластинка. Это первейшая, новейшая пластиночка. Возможно, кто-то еще это не слышал. А я давно предупреждал, они доберутся до этой. Доберутся. Я сколько раз доказывал, что почему. Как это? Вот эти старые корочки негодны. Так вы все аннулируйте тогда. Вам вообще клондайк. Ни одного завода не надо строить. И ни парохода, ничего. Ни сельского хозяйства не надо поднимать, ничего. А к чему поднимать, если все уже давно продано? Да. Ну, хотя бы остатки какие-то, кое-какие. Фермеров спросите, как себя чувствуют фермеры? Особенно, которые держали, повторяю, держали молочных коров. Как себя чувствуют латвийские фермеры? Остаточки, остатки, говорю, крохи местного своего. Как себя чувствуют? Так зачем им заниматься? Во! Клондайк! А не клондайк, а не осваивают. Смотрите, во! Вот здесь они умеют. На «йо» бывать и на «я» бывать. Вот. Ну, что это за такое, а? Все, заканчиваю, друзья. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Поставьте лайк под видео. Поделитесь с друзьями в социальных сетях. Пускай узнает, что это за такое, что это такое. Когда прекратится? Никогда, как Папанов говорит. Подпишитесь на наш канал, друзья. Еще раз всем желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Тяжело уже. На душе тяжело, друзья. Сколько можно уже гробить здоровье людям? За что? Или вы думаете, все время вот эта вот дуристика будет вам с рук сходить? Нет. Придут к власти здравомыслящие люди, понимающие люди. Придут. И пусть будет... Вам будет стыдно. Вы скажете, Сергей, у них ни совести не будет. Я говорю, у них стыд проснется тогда, когда им будет совсем уже херовенько. Они будут на коленках ползать, когда уже ходить не могут. Ну, в старости, я имею в виду. Что ж мы такое делали? Что ж мы такое творили? Вы что, не понимаете, что вы творите? Ну, вы же говорите, вот давайте смотреть туда, вот как те страны. Ну, учитесь, как те страны живут и как развиваются. У них есть такой дурдом? Нет? Дуристика такая есть? Нет. До свидания, друзья. Спасибо. Продолжение следует...